Ну, в общем-то, да, это такая тоже, опять-таки, такая песня, да. Ну, я бы не сказал, что она совсем простая. Тут идея, в общем-то, текстовая, потому что всегда в жанре, в нашем жанре, в котором я работаю, русский шансон, важен в первую очередь идея, смысл песни в первую очередь. Ну что ж, идейного Петрова. Да, давайте. Продолжение следует... Он всегда в костюме с виду, интеллигентно со стволом, не расстается даже ночью. Его фамилия Петров, он бывший мент, он отсидел за превышение полномочий. Он ввязывался в драки, он пёр на пистолет, всегда был там, где пахло порохом и смертью. Его фамилия Петров, он бывший мент, и он плебать хотел на эти аргументы. Он на Петровке восемнадцать лет пахал, имел немало наград и поощрений. Он был ментом, он сутками не спал. Майор Петров, майор Петров, сыскнов, отдела гений. Да он тихий ужас наводил на контингент. Всем наизусть ориентировки знал из водки. Следа к особо важных делам супермент. От перегрузки все снимал обычно водкой. Но, как известно, часто у ментов из-за работы с личным фронтом неполадки. Вот так и был холостяком майор Петров. Ел сухомятку с паладин и жил несладко. Он был устойчивым, морально и силён. Авторитет имел он на работе. И много лет он тайно был влюблён в официантку из кафе напротив. И как-то раз зашёл туда, чтоб водки накатить. На третьем пузыре в любви признался. И серьёзно предложил в гражданском браке жить. Она сказала да, и он умчался. На завтра он пришёл в кафе, побрившись ровно в семь. Купил духи и с длинной ножкой розу. Отдал подсобки гражданин, раздел её совсем. И ставит твою известную всем пузу. Петров взревел, поселенев в момент. Вы нарушаете здесь нормы поведения. А тут ответил, да пошёл ты нахер мент. Я здесь хозяин, и моё здесь заведение. Всё закипело у Петрова вовнутри. От беспредельной борсоты и от нахальства. И он ударит гражданина раза три. Сломал две челюсти ему, себе два пальца. Ну а потом, конечно, был не рад. Когда в ментовской зоне срок он отбывал. Ведь гражданин тот оказался депутат. Из-за увечья он его упаковал. А в сучьей зоне там порядки будь здоров. Хребет сломают там любому танку. Но под амнистию попал майор Петров. Теперь работает в охране на стоянке. Пришлось теперь ему сменить свой китель на презент. Но, как и прежде, взгляд его отточен. И по фамилии Петров он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. И по фамилии Петров он бывший мент. Он отсидел за превышение полномочий. И нету на груди его ни орденских лент. И ни медали нет, а лишь татуировка. Что, мол, фамилия Петров, что бывший мент. Что восемнадцать лет работал на Петровке. Что, мол, фамилия Петров, что бывший мент. Что в восемнадцать лет работал на Петровке. Видите, не только, не только. У меня ощущение, что вся вина в депутатах. Из песни в песне единственный негативный персонаж. Она, что это депутат. Все остальные вообще так и чужие. Да нет, депутаты есть хорошие. Настолили, что ли, в жизни как-то депутаты? Да нет, я бы не сказал. Просто это зарисовка, кстати, тоже. Почти на реальных фактах, так сказать. То есть было. Да, и поэтому, видите, никто не застрахован. Вот говорят, там тюрьму, там воспевайте. Какая же тут? Вот кто тут знал, что так получится? Вот такой расклад. Кто мог предвидеть? Человек охраняется. Это глубоко. Это глубоко. Воспитывается на хорошие музыки.